Доброго времени суток, уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Текмил. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня понедельник, 16 ноября. Для рассмотрения предлагаю валютные пары евро-доллар, фунт-доллар и доллар-иена, которые начали корректироваться к своим основным движениям. В целом ожидаю после завершения этих коррекций импульсы в направлении основного тренда, которые дают сигнал невероятной скорой укрепления доллара США против этих валют. Итак, давайте посмотрим подробнее. Евро продолжает торговаться в рамках общего флета. С момента прошедшего обзора пара попыталась корректироваться к ожидаемому сопротивлению на 1.1931, но сил для роста не хватило, в итоге цена, отбившись от уровня 1.1905, начала снижаться, однако целевых уровней на 1.1661 и 1.1620 достичь тоже не смогла. На данный момент котировки снова пытаются восстановиться, торгуюсь около уровня на 1.1868. Несмотря на то, что прогноз на неделю в целом не исполнился, тем не менее, его отмены также не произошло. Пара продолжает оставаться ниже ключевых уровней, которые не были нарушены, что позволяет оставить прежний сценарий на снижение актуальным. И вот на актуальном графике подтверждением этого сценария станет закрепление в нынешней области с формированием заходного нисходящего импульса. Вероятно, в случае продолжения коррекции его пределы могут находиться на уровне предыдущего локального максимума на 1.1905, отбой от которого даст шанс продавцам перехватить инициативу. В этом случае пара в своем снижении нацелится к ближайшим локальным минимумам в районе 1.1735 и 1.1698. В свою очередь, отмена текущего сценария состоится в случае роста выше разворотного уровня на 1.1931. Похожая ситуация сложилась и по британскому фунту, но в данной паре цена действительно скорректировалась к сопротивлению на 1.3268 и после двойной попытки его преодолеть, отскочила от уровня и начала снижаться. Однако при этом сильно далеко цене уйти все равно не удалось. Поддержка была обнаружена уже на уровне 1.319, который можно расценивать как промежуточную. Сейчас котировки, отскочив от уровня 1.319, умеренно восстанавливаются. Тем не менее, несмотря на то, что сценарий не был реализован, он также и не был отменен, поскольку ключевые уровни все-таки не нарушены. Что позволяет оставить в силе прежний прогноз на снижение. Ну и вот, судя по актуальному графику, текущая восходящая коррекция может продолжиться вплоть до ретеса сопротивления, расположенного на 1.3268, где находится и предел для текущего движения. Подтверждением намерения на снижение станет отбой от этого уровня в случае его достижения, что нацелит пару к локальным минимумам в районе 1.2994 и 1.2214. В свою очередь, отмена сценария состоится при росте в район разворотного уровня на 1.3357. Неплохо отработался сценарий на рост в паре с японской иеной. Напомню, что в прошлом обзоре назревал отбой от уровня 1.323, в результате которого было сделано предположение о грядущем росте, что в результате и случилось. Пусть и без ретеста поддержки, но пара стремительно выросла. Практически одним импульсом достигнув обе целевые точки на 105.06 и 105.39, на этой отметке, очевидно, пара встретила сопротивление, что дало старт для коррекционного снижения. В целом, ожидания по росту сохраняются, учитывая предыдущий рост, который можно уверенно расценивать как импульсный. Текущее снижение, судя по всему, имеет коррекционный характер, по окончании которого можно ожидать возобновления роста в паре, поэтому этот сценарий остается в силе. И вот на актуальном графике предел для коррекционного снижения находится в области между поддержкой на 104.108 и уровнем 103.71. Для подтверждения своих намерений паре необходимо будет закрепиться в этой области, что и произойдет в случае ретеста поддержки на 104.18, последующий отбой от которой поможет покупателям перехватить инициативу и начать восходящее движение с целями в области 105.99 и 106.40. Отмена текущего сценария состоится при продолжении снижения и уходе ниже области разородного уровня на 103.71. И на сегодня у меня все, с вами был Арман Бесимбаев и это был мой обзор по техническому анализу от компании Текмил. Я желаю всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.